Я так с врагами не шучу. С врагами так и не будешь шутить, можно и получить. Валочки сделать, стол поставить. Во место будет. И чай попивать. Симпатично получается пока. Симпатично. Вставать что ли, блин, выходить, смотреть, прогонять. Не, он шел там. Кому еще напил, накидай. Егор, тебе надо? Кружка, кружка, я не помню. Моя, говорит, закатывается, но ты, говорит, гигант. Если бы она передавала запах твой, все поняли, что ты устал. Геннадий Иванович, уже с камеры нынче. Понятно, понятно. Я знал, что ты тут караулишь. Комары, блин, под утро, блин, заколебали. Буддили, давай вставать. Что, за ноги таскали, да? Ну. Что, доброе утро? Да, доброе. Что у нас с рожей? Нормально. Ну, сегодня вроде ничего. Шары маленько что-то. Нормально. Это от усталости. Честно, блин, устал. Я столько, наверное, в жизни не спал, блин. Я хоть выспался, наконец-то. Просто я уже весь сплю-сплю. Я уже в 2 часа ночи проснулся. Думал, блин, проснулся, наконец-то. Смотрю в 2 часа ночи. Где ёшкин кот? Это ещё спать, блин, думал. Скорик. Поветруется. Что-то последняя закладка там не загорелась, что-то. Геннадий Иванович, доброе утро. Ага, доброе утро. Как спалось на матрасе? Да, всё равно под него каремат надо. Холод через неё проходит. А так мягко. Холод? Да. Нифига, я зимой на нём спал. Ну ты зимой-то в ватниках, наверное, спал. А тут-то было жарко, а снял рубашонку. А-а-а. Идёт, значит, холодок. А так мягко, очень удобно. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. 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 Тяжёлый утро. Потом у меня на канале покажу. Тебе. Да, тяжёлый. Хочу развести костёр, а у меня два глаза смотрят. Из костра. Я тоже думал. Даже поверечило, что ли. Глаза протёр, а нет, смотрят, смотрят. Я думал, ещё полежать эту маленькую. Потом слышу, что-то там про лягушку заговорил. Думаю, всё, пора выходить, думал. Спасать, да, пацана? Ну. Только смотрите, сильно не мажьтесь, а то зажечь может у некоторых людей. Ну, вроде, сейчас не жгёт с утра, когда кожа сухая. Нормально. А когда вспотевши маленько, опоры, видать, открыты там. Жгёт прям вообще по-страшному. Так что смотрите внимательно. Сильно не мажьтесь. Топор, пиво. Топор, пиво. Что, позавтракали? Собираемся выдвигаться на стройку. Руслан, ещё какой план сегодня у нас? Работаем дальше, доделаем крышку. Продолжаем это. Брёвна, да? Да. Там с брёвнами проблема, блин. Там вот то, что навалило, в большинстве своём, ну, блин, использовать, ну, никак. Трухлявая вообще окончательно. Приходится ходить там подальше и... Наверх, да, будем сегодня ходить туда. Да, да. А там, ну, блин, ну, далековато оттуда, в общем, таскать. Ну, будем делать, чё. Не смотреть же. Посмотрим. Гвоздика инвазились. Ну, по-моему, я её показывал уже. Гвоздика вот такая. А среди ночи я какой-то зверёк пробегал. Не слышал. А, кстати, это, чё ты, мне сон снился, что-то. Да, да, да. Крупно. Как косуля или кто там? Ну, крупновато, чё-то. Я подумал, что это был медведь. Не, медведи рычал бы. Он как фыркал. Блин, а я думал, это сон был. Вставать, что ли, блин, выходить, смотреть, прогонять. Не, он шёл там. Он шёл там. Я ещё где-то здесь слышал какой-то звук. Значит-то я спал в это время. Ну, я слышал вот здесь, он пробегал. Да, да, побежал, да? Да, 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 значит, я слышал. Ну, может быть, если по верху коза, если бежала прямо. Ну, там такие, ну, шутки. Шашки были. Как у собаки, что ли. Ну, как казак кричит. Ага. Вот, собаки не хватает, да, с тобой, чтобы она здесь в порядке наводила тогда мушки. Ну, хоть мухи. Это по бабам подалась. Да, собака слабину дала. Что с собакой-то было? По бабам подалась собака, хотели с тобой взять. А, его нет у Валерины с утра. Ушёл по бабам. Такая дырочка, вылез же её, сволочь. Ну, как мышь, блин. И всё, её нет. Поэтому собака сегодня прогуливает. Я хотел его взять. У него другие дела. Да. Да. Там как раз это, затечковала одна. Мимо, мимо бегает. А бабай чуть не опеет. Забор не сносит. Дадим дверную и ставить. Угу. Угу. А скобами прям эти, столбы вот эти. Пробьём. Ну, хотя пробить никогда не поздно. Не, ну, потом потолок наказать и посмотреть, столбы как вот эти вертикально стоят. Нет. Ну. Выровнять и потом уже пробить. Чё-то там Геннадий Иваныч экспериментирует. Да чё, костёров разжгём, а то они тут вообще атаковали. А, прям внутри? Ну. Ага. Если получится, то что-то спичкой стерили. Ну, вот так получается пока. Костёровок такой внутри. Нынче. Отгнулся. Только что разводят сразу и уютней становится ей. Машкары всякой меньше. С комарами. Ну и от зверя другого. Тоже в плане безопасности. Ну и брёвна там прокоптятся. Какие-то паразиты вылезут. Потому что всё равно тут вся поеденная древесина. Особенно пихтач вот у нас. Усурийский полиграф промышляет. Пихт это скоро не останется здесь. Около двадцати лет. Прогноз лесопатологов, что всё пихта тут не останется в лесу. Какие-то эти. Может паразиты повылазят. Может ещё что. Прокоптится. И подсохнут. Прокоптится. Уход по металлическим. Уход по металлическим. Уход по металлическим. Все расходы. Вы там это, ровняйте, а лично здесь потом обрежем или наоборот а то как там с пилой то высоко будет. Не, это нормально, достану. Ну смотри. Ну чё, да, надо скобами этими прибить уже, выровнять столбы. А то мы каждое бревно вложим, столбы туда-сюда ходят. Сейчас крайнюю положим и скобами уже закрепим. Да, да, да. И уже там докидаем и уже окончательно. И тогда уже низы выставим вот эти вертикально и тоже скобами закрепим. Стоп дофига, прям стоп нормально занесли. В том году принесли сюда скобами. Ну то скобами закрепим и все. С одной стороны вот херово вот сюда будет засовывать доску. А так бы этих брев не было, мы бы и так вставляли, вставляли, вставляли и все. А сейчас придется извращаться, чтобы туда ее засунуть. Ну ты же сторонник все-таки делать стены из этого, из бревна. Не, я сторонник того, с чего в данный момент нам быстро и легко. Ну бревно тоже не легко, извините меня. Найди нормальное бревно, спили его. А ты где-то бродишь, Юки. Это свинька вот еще пустится, бревно одно. Ну, по ходу пьесы. Нужно в середину хоть закрыть. Ну да, сейчас бы и середину сделать. Заодно и землю подтерем. Просто обрабатывать надо будет. Что-то в сингне не сильно не пошло. Потому что все равно же она не трудно это будет подгушаться. Потихоньку, потихоньку. Сейчас бревна за сегодня уложим. Накрывать ничем не будем, потому что тут и древоточатся какие-то, еще в древесине ползают. И подгнившая сырая, поэтому пускай лежит, сохнет. Не накрывать ничем, а то если накрыть, будет преть. В итоге сгниет совсем. Ну, Руслан вроде на середку нашел более-менее такие стволы хорошие, говорит. Будем на середку их ложить. Но такая все равно мощная крыша получается. Получается, там будет подпорка. Как раз, по-моему, они обсуждают под дверную эту коробку посередине. Ну, примерно посередине столб будет. А здесь, здесь не знаю, это надо спрашивать. Так, это Руслан, я просто камеру включил. У меня именно сейчас почему-то вопрос назрел. А как это, получается, изнутри будут досками обшиваться? Ну, сейчас еще спорный момент. Короче, пробуем делать доску, как доска пойдет. Не, не изнутри, а вот здесь такой будем ставить. А, снаружи, то есть? Да. Потому что это будет давить сюда. Нормально делается, добываться доска, производится. То будем доской. Если на будущее, смотри, Руслан, если на будущее двуярусно делать это, лежак, то можно первый сделать складной. Ну, чтобы пространства было больше. Например, зимой пришел, у тебя сложенные. Я где-то у кого-то видел в избушке на видео. Они сложенные, спокойно. Здесь стол посередине поставлен. Опять же, стол, продолжение лежака. Они компании садятся, все нормально поели. Ну, там не показывают, что они пили. Потом, когда спать, эти боковушки положили, и она заодно со столом оказалась. Ага. Ну, можно, в принципе говоря, напробовать. Тогда уже пространства будет больше. Здесь, тем более, камеру будем убирать. Это будет очень хорошо. Хорошая мастер. В том, что здесь я обосновываюсь, где-то нахожусь. На другом месте будем привычки. Пальцы. Жара вернулась. Кепку одел, чтоб рожа не сгорела. Ну что, пообедали, пришли обратно на стройку, решили с собой котелок в этот раз взять наконец, чтоб здесь чай пить, а не бегать туда-сюда с одним термосом. Так, притащили два бревна. Сейчас буду ошкуривать. Ну бревна по-прежнему совсем плохие, совсем плохие. Ошкурим, посмотрим. Хотя с той стороны вроде ничего бревно. Ой-ой-ой. Будьте здоровы. Спасибо. Сахар. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 不 mind Конечно, на что ты еще хочешь. Сейчас вот эту положим, она толстенная смотри. Ну посмотрим, сдвинем все это. Ну с краев подвинем, не надо будет больше. Никакая крыша, чтобы не болталось все. Не так, как к стене зашьется. Блин, неплохо мы бы работали. Крыша мощная. Ну а если на крышу залезти как? Ну давай, залазь. Так а что это? Не раскатилась, а то сейчас раскатится и оттуда вниз. Да, крепить надо, надо крепить. Ну крайнюю закрепим, чтобы они не раскатываются. Ну ты представь, что ты сидишь на террасе, пьешь чай. Не созерцаешь, а как уже природой. О чем? Да, что здесь палочки сделать, стол поставить. Вот место будет. И чай попивать. Да. Надо как-то ее выровнять, чтобы... Не видно долину. Не, ну там выровняем, конечно. Не, ну там выровняем, конечно. Или как, а то как ходить по кругляку-то. Выровнять и лестницу сделать. Ага. Да, тоже включу, а то странно снимаем как-то. Получается, я на своем канале не работаю, а ты на моем канале не работаешь, получается. Ну что, наверное последнее древно, которое ляжет на крыльку. Я особо возьму бы. Опа. 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 Это больной человек, потому что. Вот так это все снимается. Влогер за работой. Верега, как не мешало. На дерево не боюсь. Ох, все. Вот и. Верега, сон, кстати, я не знаю. Ничего, стены стоят, надо держаться. Все. Все, да? Ничего нет, сейчас попробую. Там выровнем, попробуйте скатать. Не, просится еще одно бревно, да? Ну да, да, признаю, что. Еще одно бревно просится. Халтура. Халтура тут. А так, а у нас тут все? Или не все? Ну, подрежем как. Тут стоит признать, да, что еще одно бревно все-таки. Да, надо еще одно бревно сюда. Не помешает. Укладывать. И, скорее всего, будем туда наоборот ложить. Комель туда, к тебе. А вершинку сюда. Так, а что сдвинуть? Нормальные бревна вроде все. Сдвинуть, а эту на край бросить какую. Ну да, да, да. Сейчас сделаем. Чтобы вы понимали, друзья. Это крыша пятиметровая. Ну, это кто предыдущие видео не смотрел. Пятиметровые, какие-то сырые. напитавшиеся воды. Фух. Вот так вот ее ставить. Не, ну подожди ты еще тут. Ну, в смысле, что на крае с 90. Так же согни. Так, что-то там. Ну, потом перевернешь, окей, с другим концом перевернешь, вот тебе получится так. Все, я понял. Держи бы ему. Ладно, что есть, то есть. Да, что есть, того не отнять. Ну, давайте-то там внизу забрать ее. Еще одну выбирать надо будет. Может, вот эти, положим с краю? Да, ну, они гнилые все. Симпатично получается пока симпатично. 18 плюс? Нет, я все равно запишу. Если 18 плюс, то выкладывать не буду. Не, ну она же не похабная, это житейская. Мне же интересно. Ну, короче, это. Помнишь, ты мне бобровую струю давал первый раз? Ну, помню. С Алтая приехал, у нас электрик на работе. Приехал с Алтаевки и 4 месяца работал на вахте. Домой не уезжал. Он уже на любую бабенку засматривался. Я говорю, что Жень, да елки-палки, не могу уже, надо домой ехать. Я говорю, давай езжай. Я говорю, как раз у нас есть бобровая струя, Юки. Может. Пока зачем, если он голодный поехал? Там без струи нормально было. Да там быстро этот. Ну и короче, я ему пытаюсь, чтобы бобровую струю, Юки, это. В холодильник положили, а там холодильник Копчаковый, Юки. Положили в холодильник и все Юки его подтрунивают. Ну все, Жень, готовь, Юки, поедешь, бобровую струю уже начинай глотать. Я говорю, Жень, Юки, не переживай, Юки, возьмешь бобровую струю, я тебе таблетку одну принесу волшебную. Я говорю, все, Юки, в течение 10 дней будешь как молодой, 17-летний. Ну и уехал. Потом Юки приезжает оттуда с командировки и молчит. Самое главное, молчит, ничего не рассказывает. Я говорю, Женька. Я говорю, ну что, мой юный друг, как дела, Юки? А знаешь, Юки, последний день, Юки, перед тем, как бы взять из дома, Юки, решил Юки это. Пилюлю заглотну. Ну, с утра она начала работать, там по дому, много работы выполнил. Чувствую, я, говорит, устал. Перед тем, как лечь спать со своей, я говорю, подожди, я сейчас таблеточку выкоплю. Через 20 минут держись, мол, Юки. Я, говорит, таблеточку выпиваю, Юки, легли, лежим. Проснулся утром. Нормально ты таблетку дал. Моя, говорит, закатывается. Ну, ты, говорит, гигант, Юки. Лежу, говорит, жду, жду. А, слышу, засопел. Ну, все, ясно, таблетка не та. И мы его, да, подтруниваем постоянно. Ну, как таблеточка, хорошая? А то выспался. Ну, он такой с юмором, мужик, не обидчивый. Ну, то, говорит, выспался. Ну, все, на сегодня работу решили завершить. Сейчас чай попьем. Ну, и выходим на чуму, а то там спальники вон висят, сушатся на веревке. И, вон, тучи сгущаются. Все хмурее, хмурее становится на улицах. Как бы не замочил это. Ну, сейчас чай попьем быстренько. Выдвигаемся туда. Что там сегодня? Ужин будет? Макароны? Угу. Положился. Ну, ладно, чай попью. Ничего не того. Дождик у нас пошел. Ну, все равно, все в футболках. Прохлаждаемся после жаркого дня. Ну, просто жаркого дня. Что, Руслан, мы сегодня на ужин готовим? Горечка с тушенкой. Что же неплохо. По простетски все. Без затей. Ну. Надо будет устроить пир на первую ночевку на землянке. Нормальные люди спят в это время. Что думаешь, увидишь, что там я приготовил? Я обязательно. Я это не увижу. Главное, чтобы зрители увидели. А мне больше ничего и не надо. Да, у нас у меня долживая погода. К сожалению, процесс готовки снимать, ну, не получается это. Ну, как уж есть. Ну, вскрывай крышку. Дождик. Можно садиться, да? Конечно, можно садиться, если не промочишься. Просто тушенка. Просто гречка. Лук. Всего лук. По поводу умных комментаторов, которые будут говорить, что неправильно Руслан сварил гречку. Мы просто любим пожиже. Конечно. Дополнительная влага в организм. Ладно, всё, друзья. Тут дождь идёт, камеру надо убрать туда, под навесы. Увлёкся. Я эту, подушку до конца не накачиваю, потому что, когда она полностью накачивает, башка вот так, поэтому полуздутая. Ну, вот так иногда делаю. Да, вот этот самонадувающийся коврик, он, ну, примерно, может, 3,5-4 сантиметра где-то. Ну, это, я говорю, если сравнивать, это матрас Оскона и пенёк обоссанный. Примерно вот такое сравнение с обычной пенкой. Вот так. Пенёк обоссанный. Ну, примерно такое сравнение. Да, денёк выдался, капец, конечно. Ладно, что, ждём следующий день. Посмотрим, чем нас удивит. Надеюсь, блин, дождь будет не всю ночь. Всё. Спокойной ночи. Утро доброе. Всю ночь поливал, засранец. Ещё сильно так. То поливает, то ветер сильный. Лежишь, думаешь, как бы чё, не завалилось. Ну, в случае чего, под нары пришлось бы нырять между нарами. Мужики встали уже. Время пяти часов утра ещё нету. Руслан там ворчит. То, что я в тепле лежу. Ну, буду вставать, значит, чё. Пойду вставать. Ну, говорят, прохладненько там сегодня. Это хорошо. Не, ну, выход из палатки всё-таки надо заснять. Утро доброе. Доброе, доброе. Сейчас ты по-лёгкому вышел. У нас тут зима наступает. А, я тут думал, жара. Не по-сезону одет, так всегда. Ну, вот. Совсем другое дело. Вот что происходит, когда почти всю ночь идёт дождь. Вода поднялась просто замечательно. Чё ты там говоришь? Мишку он вспоминает. А, фу, блин. А я бежал, думал, медведь, блин. Блин, камеру включил зря. Ха-ха-ха. Занят. Только хотел про вас записать. Мужики ушли ошкуривать под дверную коробку, стойку и под ту стенку заднюю. О, а меня оставили заниматься тем, чем я занимаюсь лучше всего. Ну, то есть ничем. Ладно, на самом деле сейчас костёр маленько разбодяжу, а то сырое всё. И пойду вчерашнее бревно это побеждать надо. На крышу, которая последняя. Пока такие планчики. Да, тут нормально вкусненько ошкурилось. Это тяжелее. Иначе довольно небольшое с dois помидоров. А кишечеви его Lwn camino ошкает с ушел и schneет. То есть ну, как он анког���нуто не Ambassadorsey. Вот все, отлично. Чаждый потом... Ветер весьма кстати будет, а то не размахать, не раздуть не мог. Ветер дунул немножко, разгорелся. Тайга сырая вся, гореть не будет. Расходил, набрал воды, поставил чай с опором, вернули, сейчас пойду бревно добивать вчерашнее. Мужики там ставят стойки, попробую сейчас, если успею покажу. Давай проверим, а то еще раз. Так, а то на сверху, а то низ. Теперь вверху уйдет. Опять дождь ливанул. Костер там дровами прикрыл, котелок там почти закипел уже. Ну, вроде светлое небо, он движется. На нас сейчас, наверное, пройдет. Мы эту крышу немножко натянули. Не хватило немного, да. Ну, больше половины закрыты. А то там сейчас, сегодня почти все работают внутри. Ну, чтобы сверху не капли, натянули, разрезали по-быстрому пленку. Временно. Так, что там из последнего? Стойку. Стойку вставили он. Ну, сейчас вниз спущусь, покажу подробнее. Там уже расскажут, что я сделаю. Ислан, хватит с камеры ковыряться. Иди и рассказывай. Ты что, я просто не знаю, куда ее девать, чтобы ее в воду не заливал. О, так и так. Не свалится. Нормально ты, штатив. Ты вот это извращение самое настоящее. Блин, там капает. Блин, с бензопилой, с бревнами бегаешь. Так зашибешь бедную, жалко будет. Эта, давай рассказывай со столбов. А что, столбы на тяг установили, тем самым распилев. Сейчас жестче на конструкции стало. То есть там этот выпилили? Да, здесь ласточкин хвост спас. И снаружи то же самое. Там капает длина в проем. Дверь будет висеть на столбе, чтобы она не болталась. Сейчас покажу. Все очень жестко. Ну, жесткий человек. Прям жестокий. Паз сделали и там забили. Очень жестокий. Я это понял, когда он топор у меня забрал. А потом снимать начал. Вот это да, это жестко. А, и вот эти. Про вот эти рассказывают уже. Вот бревно для того, чтобы обшивку стены делать. Можно было верхнее. Либо доска будет, либо бревно. Еще не решили, что будет. Могу упереться и зашиваться к этому бревну. Книжное мы векертим. Ой, 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 ой. Что, не сломал землянку, блин? Руслан чуть оступился, все захейтили сразу со всех сторон. Поналетели коршуны. Надо работать с коллегами, которые поддерживают трудную минуту. Я хейтеров теперь понимаю этих ютубовских. Что-то не так сделаешь, все. Они радуются, да? Да, они радуются. Закопали тут же, да? Ну, вершит качество. Ну что, ровнее стал? Ну, получше стал, чем было. Что, может пускобой еще забить, притянуть ее? Да нет, пока не надо забивать. Когда дверь сделаешь, тогда и забьешь. Так вот это, чтобы зафессировали размер, чтобы он внутрь не уходил. Так коктейли же не выровнял. Кому еще опилы накидать? Его тебе надо? В кружку? В кружку, я не помню. Получается, последнее бревно вот это сейчас закидываем, да, на крышу? Да. А его фиксировать будем сразу? Да, можно вот это зафиксировать. Все, сейчас, в общем, это бревно, которое шкурили, сейчас закидываем на тот край. Пленку снимаем, потому что вот этот валежник, он сырой, нужно высохнуть, обветрится. Ну, под пленкой, в общем, впредь нельзя. Ну и все, и, наверное, я сюда, в этот выход больше не спущусь, выхожу. Все, я ушел. Он тебя не зальет сейчас. Покатился, покатился, покатился. Чуть не убежал я. Не дает ей ребенку поиграть. Более двигаю у тебя. И вон на край? А, между вот этим? Вон на край, как хотите. Ну что, товарищ Руслан? Да, товарищ Игорь. Расскажи о своих впечатлениях, как поработали на этот выход. Отлично, вот так поработали. Сделали крышу, а это самое главное. План был поставлен, задача была в итоге выполнена. Так что все отлично. Несмотря на осадки. Да... Ну, я считаю все равно, я лучше вот так буду. В дождь, чем как вчера. Ну да, здесь палка до конца. Я вон, друзья, сегодня ни разу не вспотел даже. Прям хорошо. Прям хорошо. Ну что, напоследок бревно вот это закинули. Все, его зафиксировали скобой с двух сторон. И чтобы выровнять по ширине крышу, камлями положили четыре бревна вот этих крайних в ту сторону. Пленка лежала, все, вода стекает. Скат какой-никакой есть, все нормально тут будет. Как минимум один, а может быть два даже баннера. То есть, это нормально будет, нормально. Стены обошьем, все будет. Камера вся мокрая, да. Ну что, это очень хреначит. Зашли в чум пообедать. В надежде на то, что может быть дождь подутихнет. Хотя все равно мокрые все придем. С кустов собираю только так. Чехол такой в комплекте с рюкзаком идет. Обкатываю. Чудесный рюкзак был. Посмотрим, как он будет в дождь. Так, Витаутас еще раз, не помню, передавал. Нет, привет. Спасибо еще раз огромное за рюкзаки. С Русланом сейчас будем чехол еще обкатывать. Вот, так, что-то Геннадий Иванович прощаться походу с вами не хочет сегодня. Пока, пока. Все, исправился. Здесь совсем плохо все. Ну вроде как, говорят, в следующий раз уже будем туда переезжать. Будем стараться там начать. Там уже и сухо, и нормально. Место подготовлено почти. Ладно, что, большое спасибо всем за просмотр. Можете лайковским поддержать. Кому было интересно, ну кому было не интересно, все равно лайковским можете поддержать. Счастья, любви, здоровья всем. Берегите себя, детей своих. И до скорых встреч, надеюсь. Скоро увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok